Перед началом ролика не могу не упомянуть о своём генеральном спонсоре, PanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и доступный ассортимент. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа. Вечер вторника, хотя у меня уже ночь, время перевалило за полночь. Очень много информации появилось касательно обновления 10.2.6 и касательно 4 сезона. Очень много датамайнили. И в этом видосике я хочу поговорить о мета-достижении. Затронем немножко Shadowlands'овское достижение и поговорим о Dragonflight'овском. Покажу, как можно отследить абсолютно весь прогресс и понять, получите ли вы сразу этого маунта, или же придётся делать кучу-кучу различных достижений. Обожаю ачивы, люблю их делать. Где-то дают награду маунта, где-то питомца, где-то ещё что-то. Да и просто очки достижений приятно лутать. Если откроем великие подвиги, то найдём достижение под названием «Возвращение из-за грани». Наградное звание «Скиталец Завесы». Нужно сделать кучу разных достижений. В Open World'е, закрыть рейды, закрыть Таргаст, кучу-кучу всего. Различные там здания, с ними нужно провзаимодействовать. Фабрика Паганич, Пепельный дворик, Арена Кирийская. Кучу-кучу всего этого делаем. И лутали мы раньше «Скиталец Завесы». Начиная с обновления 10.2.6, мы будем лутать маунта, который похож на гладиаторского с дополнением Shadowlands. Он без брони, он без светящихся глаз, но в целом в коллекцию пойдёт. К тому же, если ему потом прикрутят Dragon Rising, то будет вообще замечательно. Так что, если вам хочется получить этого дракона, дерзайте, делайте все ачивы. Помню, был у меня видосик по возвращению из-за грани, по этому достижению. В описании к этому видосику кину тот мини-гайд. Уверен, вам будет это полезно. Новая драгонфлайтовская мета-достижения. В награду получаем маунта Тайван. Это охотничья собачка из равнин Анары. Так вот она выглядит. Кайфово, прикольно. Ни о ком Dragon Rising, конечно, речи идти не может. Лист тех достижений, которые нам нужно сделать. Да, мы должны полностью закрыть и рейды, Аберий, Хранилище Воплощений, Амирдрасил. Абсолютно всё это нужно закрыть, хотя бы вэлферной сложности, как я правильно понимаю. Данжики всякие, квестики, ворлд-квестики, реноуны, варка супов. Сфотографировать нужно легендарных мопцов. Нужно охоту посетить в разных локациях. Нужно всё собрать, все сокровища собрать. Кучу, кучу, кучу всего нужно реально сделать. А с целью того, чтобы всё это отследить заранее, мы можем зарегистрироваться на вовхеде, прикрепить своего персонажа, синхронизировать, всё сделать. Если мы сделали всё правильно, то в тот момент, когда мы наводимся на достижения, мы будем видеть галочка или не галочка. Если галочка, всё сделано. Если галочки нет, достижения отсутствуют, и его нужно сделать. Заметил то, что мы не сразу получим это достижение при входе в игру, даже если у нас всё есть, так как введено новое какое-то достижение. Фринж, бенефиц. Нужно сделать 8 дейли-квестов, и он фринж. Что это такое, где это будет находиться, посмотрим на практике. В целом, тут много разных дейликов, конкретно 16. Да, 16 разных дейликов. Надеюсь, они повторяться не будут, и за 8 дней можно будет всё просто-напросто сделать. Если они будут повторяться, будет полный кринж. Ну вот. Различные маленькие достижения будут образовывать новые достижения, поэтому их пока что ещё нет, но в момент старта 10.2.6 мы их получим. Это же в 10.2.6, да? Всё правильно. Да-да-да, с обновления 10.2.6 мы получаем награду этого волчонка, и можем делать всякие вот эти достижения. Окей, количество очков достижений повысится, контент Dragonflight станет более нужным. Если вы хотите лутать того маунта, то придётся много-много всего сделать. Желаем вам в этом удачи. Ну а если есть вопросы по выполнению код достижения, можно, конечно, открыть комментарий на вофхеде, ну или мне вопросик задать в комментариях к этому видосику или на стриме. На этом, пожалуй, всё. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!